Вторая чайка Слово переставить нельзя Молодец, Нина Владимировна Но вот только как ее сыграть? Пьеса-то романтика героическая Есть в ней смешные персонажи Султан, например, смешной, стражники Но сам Аладдин не смешной И принцесса Будур не смешная Трогательная, смелая, любящая Но не смешная А отдельные эпизоды прямо-таки трагические Когда Аладдин в тюрьме, в цепи закован Когда с двумя стражниками насмерть сражается Как же куклам на пальцах сыграть Аладдина? Или принцессу Будур? Или Визиря? Ну, ничего не выйдет Еще по-смешному лирическими такие куклы могут быть Как вот мои обезьянки, например Как царевна Несмеяна По-смешному злыми тоже могут быть Как царь в чьющем велении Но героическими, романтическими Хоть убей не могут быть Телосложение у них негероическое Нельзя же из лягушонка сделать ни дьявола, ни ангела Ну, каким бы симпатичным этот лягушонок ни был Нельзя Я очень люблю перчаточных кукол Они самые живые, самые тонкие актеры Но сыграть ими героику невозможно И вот если бы до нас, Ефимовы, не пробили дорогу кукли на тростях Не получилась бы у нас волшебная лампа Аладдина Ефимовы показали мне отрывок из Макбета Назвав свое представление леди Макбет Я был просто поражен новыми возможностями кукол Которых не совсем правильно они назвали яванскими Не совсем правильно, потому что они только похожи на яванских А устроены все-таки по-другому Но в общем не в этом суть Суть в тростях В возможностях большого, широкого жеста Тузлуков, наш художник По эскизам которого делались наши куклы Упростил их устройство И трости прикрепил к запястьям, а не к локтям Как у Ефимовых Действительно героические получились куклы С такими великолепными возможностями Что мы не переставали радоваться А когда принцесса Будур пошла впервые На зрителях танцевать под восточный бубен Зрительный зал просто разрывался от аплодисментов И если Ефимовы открыли дорогу тростевым куклам То мы, своей лампой Алладина И другими спектаклями В которых играем куклами этой системы Расширили эту дорогу И заразили ею другие театры Сперва нашей страны, потом Европы, потом и Америки Но вряд ли кто-нибудь из работников этих театров Знает, откуда пришли к ним тростевые куклы И тем более вряд ли догадываются Благодарить за этот подарок феи Нину Яковлевну Семонович Ефимову Репетировали мы лампу сравнительно недолго Лето А спектакль удался Поставили мы его в сороковом году А все идет спектакль Объехал сотни наших городов И десятки стран мира Больше трех тысяч сыграли И еще будем играть Не за что снимать-то Мы его считаем нашей второй чайкой У каждого театра своя чайка есть Первая наша чайка по щучьему велению Как видите, не птица, а рыба Но разве это важно? И рыба может быть чайкой А вторая чайка лампа Алладина Это потому, что на нее стали взрослые ходить Без детей То ли это были бездетные родители То ли решили детей дома оставить, чтобы не мешали Я уж не знаю, но как только мы это заметили Так и решили специально ставить спектакли для взрослых Вот почему это наша вторая чайка Война Воскресенье 22 июня Солнце Синее небо И вдруг по радио Невероятное Непонятное слово Война Началась Война Немцы сбросили бомбы на Киев Неужели это может быть? Что-то надо делать? А что? Война На следующий день в театре решили Что будем готовить специальную антифашистскую программу Чтобы выступать на призывных пунктах Необходимо, чтобы мы были нужны Вот солдаты нужны Инженеры нужны Врачи нужны А мы с нашими куклами Не нужны? Совсем не нужны? Так нельзя думать Так нельзя жить Стали звонить сатирикам Арго, Адуеву Разным Стали встречаться Обсуждать Придумывать Начали срочно делать кукол В общем Довольно интересно Многое придумали Сон Гитлера Ему Наполеон приснился Смешную оперету Над крышами Берлина В исполнении кошек Очень смешное заседание В рейс-канцелярии Где выступают только собаки Бульдог Муссолини Пудель Петен Болонка Тисо Беспородный черный пес Хорти А немецкая овчарка С усиками Над верхней губой И клоком волос Между глазами Гитлер Никто не говорит Все только выразительно Лают И подобострастно Визжат Гитлер Целый доклад Делает Грозный Решительный Лающий Все бы хорошо Да грызет сомнение А понадобится ли это Не тешим ли себя Не успокаиваем ли Свою совесть Нужны ли мы Нужны ли Солдаты с куклами Командование Сибирского военного округа Попросило меня Обучить 14 бригад Из 14 Сибирских дивизий Играть куклами Чтобы они создали Антифашистские Кукольные программы Ну я естественно Согласился И к нам В Новосибирск Приехали из каждой дивизии Пять солдат Четыре будущих актера И баянист Четверо Должны были уметь петь То есть обладать слухом А пятый Играть по нотам Дивизия Это дивизия И найти там людей С этими свойствами Не сложно Народ Достали глину Достали лепить По правде Куклами Несколько Несколько Очень был я рад И в Вязьми И в Вязьми И в Вязьми Степени Нужным Из тысячи орудий Говорит Москва Говорит Москва Работают все радиостанции Советского Союза Приказ Верховного Главнокомандующего По войскам Красной Армии И военно-морскому Флоту 8 мая 1945 года В Берлине Представителями Германского Верховного Командования Подписан Акт Безоговорочной Капитуляции Германских Вооруженных Сил Вознаменование Полной Победы Над Германией Сегодня 9 мая В День Победы В 22 часа Столица Нашей Родины Москва От имени Родины Салютует Доблестным Войскам Красной Армии Кораблям И частям Военного Морского Флота Одержавшим Эту блестящую Победу 30-ю Артиллерийскими Залпами Из тысячи Орудий Кончилась война Все москвичи На улицах А кто не на улице Тот значит Прилип к окну Или на крыше Я на крыше На той самой На которой гасил Зажигалки Вот как событие Поворачивается Опять Красота Только уже Не трагическая А сверх Радостная Переполняющая Тебя До краев Тридцать Тридцать раз Из тысячи Орудий Как это Они умудряются Одновременно Стрелять Наверное По какому-то Сигналу И сейчас же Возле Ахового Залпа Во всех Концах Москвы Взлетают Снопы Ферверков Трещат Рассеиваются Зонтиками Меняют Цвета Зеленые Золотые Синие Красные Звезды Падают На крыше Домов Чтобы Со следующим Залпом Опять Стреском Взлететь Освещая Город Разноцветием Своих Огней Тридцать Раз С черными Дырками Темноты Между Ними Здорово И очень Радостно Сердце Захватывает Кончилась Война Необыкновенный Концерт Из Новосибирска Привезли С собой Поставленного Еще там Короля Оленя Спиранского По Пьесе Гоцы Заделали Мы его Еще До Войны Спектакль Имеет Успех Спиранский Играет Труфальдино Ну Просто Удивительно Что же Будем Ставить Дальше Режиссер Виктор Алексеевич Громов С которым Мы вместе Ставили Короля Мечтает О Шекспире О Сне В Летнюю Ночь И Вся Первая Группа Труппа У нас На две Самостоятельные Группы Разбита Тоже Об этом Мечтает Вообще О романтике О романтической Трагедии А я Совсем Об этом Не мечтаю Хочу Сегодняшнее Кто-то Сказал Что у Классиков Надо Учиться Быть Такими Современ Современ Таким 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 Чаплин Значит Не Буду Подражать Чаплину Хочу Быть Их Последователем А Не Подражателем Это Разница Хочу Хочу Кончилась И фокус Вот Например Колоратурная Сопрано Вероника Несмыкальская Как он Придумал Ее Объявление Каждый Звук Она Повторяет Неисчислимое Количество Раз Получая От этого Художественное Наслаждение Ставим Спектакль Мы Самодуром Поставили Показали В Доме Писателей На Сплошных Аплодисментах Поехали На Гастроли В Ленинград Один Из Самых Талантливых Художников Руководитель Ленинградского Театра Комедии Николай Акимов Прислал Телеграмму Поздравляю И Подло Завидую Сейчас Наш Необыкновенный Концерт Мы Сыграли Больше Шести Тысяч Раз За это Время Он Пополнился Новыми Современными Номерами Новыми Штампами Концертной Эстрады Латиноамериканским Трио Страдающей Французской Певицей Шумовым Оркестром Конкретной Музыки Смотрели Необыкновенный Концерт В сотнях Городов Нашей Страны И в Тридцати Восьми Иностранных Государствах Исполнители Роли Конферансье Наловчились Конферировать И по Английски И по Немецки И по Фински И по Венгерски И по Словенски И по Хорватски И по Болгарски В общем На двадцати Четырех Языках Мира Играли Даже И по Японски И на Хинди И на Фарси Мы Показали Этот Спектакль Чуть ли Не всему Миру И он Показал Нам Чуть ли Не весь Мир А почему Это так вышло Ну вот Почему Потому что Он Сегодняшний Чудо На Садовой Самотечной Как Мы Не радовались Нашему Новоселью На площади Маяковского Как Не считали Наш Новый Дом Прямо Таки Дворцом Но Настало Время Когда Мы Почувствовали Что И тут Нам Тесно Некуда Складывать Декорации А их Уже Накопилось Порядочно Негде Расположиться Мастерским Брожу По Москве Смотрю На разные Дома И думаю Какой бы нам Дом Подошел Может Этот Особенно Подходящим Казалось Недостроенное Здание На Садовой Самотечной Строилось Оно Для театра Студии Станиславского Желающих Достраивать Здание Не нашлось По простой Причине Для Профессионального Театра Оно Не годилось При Великолепной Сцене 20 метров На 10 Очень Маленький Зал Всего На 500 Мест Нерентабельно Вот И предложили Этот театр Нам Это Вот Что Называется Повезло Зал Нам Очень Хорош Больше Не надо А Сцена Велика Ее Перегородили По Продольной Оси И Получилось Две Сцены Смотрящие В разные Стороны К этой Второй Сцене Спроектировали И построили Второй Зритный Зал На 230 Мест Для Детей И Второе Фойе Лучше Не Придумаешь Днем Когда В малом Зале Идет Детский Спектакль Можно Репетировать В большом Зале Вечером Когда В большом Зале Идут Спектакли Для Взрослых Можно Репетировать В малом Сцены То у них Одинаковые Вы Просто Не можете Себе Представить Как Интересно Вместе С архитекторами Сочинять Театр А потом Вместе Со Строителями Каждый День Его Строить Захотелось Сделать Зритный Зал С Раздвижными Стенками И Мы Его Сделали Захотелось Сделать В этих Стенках Открывающиеся Раздвижные Окна Чтобы Можно Было Если Захотим Весь Зал Всех Зрителей Окружить Куклами И Это Сделали Захотели Сделать На фасаде Часы С куклами И На фасаде У нас Появились Огромные Часы Четыре Метра На три В центре Циферблат С золотыми Стрелками И золотыми Цифрами Сверху Большой Петух С золотыми Перями С золотым Гребнем И золотой Бородкой А вокруг Двенадцать Железных Домиков С золотым Орнаментом Каждый Час Бьют Часы Поворачивается Петух Хлопает Крыльями Поет На всю Садовую Открывается Домик Из него Выходит Кукла А в Двенадцать Часов Открываются Все Двенадцать Домиков И выходят Все Двенадцать Кукол Медведь Козел Сова Ворона Заяц Лиса Обезьяна Кот Баран Поросенок Коза И волк Играет музыка В осаду Левогороди А куклы Танцуют Хотя театр Был готов Даже раньше Срока Мы не Открывали Его Пока Не были Готовы Часы Я имел Тогда Юридическое Право Определять Сроки Открытия Так как Уже Больше Двадцати Лет Совмещал Две Должности Директора И главного Режиссера Ку-ка-ре-ку Когда мы Поселились на даче Ну естественно У нас было Новоселье И подарили нам На это новоселье Трех кур И петуха Вернее Трех курочек И петушка Потому что Они были Карликовые Вроде Игрушечные Бентамки Это порода Такая А по виду Совсем Настоящие Одна Ну просто Курочка Ряба Другая Желтенькая Третья Пестрая А петух Прямо Классический Грудь Золотая Крылья И хвост Зеленый Гребень И борода Красный А сережки Белые Замечательный Подарок В дом Уют Приносит Кошка А во двор Петух Сразу Все становится Живым Ходит Петух Во дворе Хлопает Крыльями И поет Куры Кудахчут Объявляя Всему свету Что дело Сделано Яйцо Готово Принимай Хозяйка В общем Порядок А когда мы На нашем Театре Часы Делали Вы уже Про это От меня Слышали То оркестровую Того Саду Левогороди На пленку Записали Чтобы каждый Час Музыка Играла Значит И золотому Петуху В клюв Тоже нужно Пение Вложить И вот Тройное Кукаряку На пленку Записать Ну Я взял На дачу Магнитофон И записал Нашего Петушка Не сразу Получилось По приказу Он не поет Надо было Подлавливать Ну В общем Вышло И запел Золотой Петух На часах Голосом Моего Бентамкинского Петушка На всю Садовую Запел С тех пор Прошло много лет Давно уже Нет на свете Моего Петушка А он все Поет И поет На часах Театра Каждый день Каждый час А дальше Вот что Произошло Телевидение Сняло Наш Необыкновенный Концерт И начинается Этот Телефильм С показа Часов И пения Золотого Петуха На даче У нас Телевизор А в саду Ходит Другой Петух С другими Курами Красивый Большой С бронзовыми Крыльями Вечер Куры с Петухом Давно Спят В курятнике А я Уселся Перед Телевизором Сейчас Начнется Передача Нашего Необыкновенного Концерта Началась На экране Наши Часы Повернулся Золотой Петух Замахал Крыльями Вытянул Шею Кукаряку И вдруг Сквозь Открытую Балконную Дверь Слышу Этот Теперешний То петух Из моего Курятника Отвечает Золотой Петух Еще раз И опять Мой В ответ Кому же Он Отвечает Золотому Нет Не ему А тому Чьим Голосом Золотой Поет Тому Маленькому Которого Давно Уже На свете То нет Тому Который Жил Жил В том Самом Курятнике Из которого Теперешний С ним На расстоянии Пятнадцати Лет Перекликается Вот Говорят Будто Чудес Не бывает Бывает Оказывается Да К тому же Наверняка В этой Петушиной Перекличке Еще и Другие Петухи Участвуют Вот И Идет Перекличка Петухов По всей Стране Только Мы Об этом Не догадываемся А жаль Есть В этом Что-то Не просто Удивительное А еще И Трогательное Давно Несуществующий Петух На всю Страну Перекличку Петухов Организовал Радостную Дружескую Мама Выключи На всех Билетах У нас Напечатано Дети До пяти лет На спектакль Не допускаются Это я Так придумал И я За это Отвечаю Несмотря На негодование Многих мам Уверяющих Меня Что им Мамам Лучше знать Что полезно Их детям А что нет Ошибаются Мамы Мне Лучше Знать Вот В спектакле Кот в сапогах Есть Великан Людоед Которого Смелостью Да хитростью Кот Побеждает Этого Великана Играет Человек В маске Рядом С маленьким Котом Он Кажется Ну Невероятно Огромным И страшным Но он Очень смешной И глупый И зрители Наши Вот зрители Которым Шесть Восем Там Десять лет Встречает Его Изумленным Ой Но вовсе Не испугом А какая-то Мама Не знаю Каким образом Избежав Бдительности Контролерши Пришла На спектакль С трехлетней Дочкой И села В четвертом Ряду В самой Тередине Портера Вот не знаю Что понимала Эта дочка В начале Спектакля Не знаю Но когда Над ширмой Появился Великан И схватил Своей Огромной Лапой Маленького Кота Девочка Закричала На весь зал Мама Выключи Выключить То мама Не могла Схватила Свою Навзрыд Плачущую Дочку И пробравшись Сквозь весь ряд Выбежала Из зала И в фойе И в раздевалке Девочка Продолжала Рыдать Вот что Будет Вечером Когда эта Несчастная Мама Станет Укладывать Дочку Спать Я думаю Что все мамы Знают Что будет И я знаю Что будет Мама Посиди Около меня Мне страшно Ничего Кроме вреда Не принес Этой девочке Наш спектакль Что он Плохой что ли Нет Хороший И добрый Только Не для трех лет Так Эмоциональное Воздействие Искусство Очень сильно Ну куда Сильнее Чем мы думаем И обращаться С ним надо Осторожно Очень Осторожно Это должен знать Каждый Создающий Произдение Искусства Кому И зачем Без ответа На эти вопросы Нельзя работать В искусстве И нельзя Им пользоваться Потому что Повторяю Эмоциональное Воздействие Искусства Очень сильно Гораздо Сильнее Чем мы Думаем Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...